Витражи Синтры Здравствуйте! Сегодня Игровед расскажет вам о настольной игре Витражи Синтры. Это самостоятельная игра в серии Азул, которая предложит вам посоревноваться в украшении окон Величественного Дворца. В коробке вы найдете органайзер с целой кучей компонентов, включая пластиковые витражные стекла разных цветов. В центре стола выложите диски складов в зависимости от числа игроков в партии. Стеклянную башню соберите и поставьте рядом с ними. Каждый игрок получает планшет дворца и 8 полосок витража выбранного цвета и выстраивает свой дворец. Стекольщик игрока занимает место над самой левой полоской витража, а фишки игроков занимают места на стартовой клетке поля для подсчета очков и на треке разбитого стекла. Первый игрок берет по одному стеклушку каждого цвета, трясет их в ладонях и случайным образом размещает по одной на клетках раундов со второго по шестой. На первую клетку ставится случайное стеклышко из мешочка. Из него же заполняются склады, по 4 стеклышка на каждой. Игра продлится 6 раундов, в каждом из которых первый игрок кладет свою фишку в центр стола и совершает свой первый ход. В свой ход можно либо заполнить витраж, либо вернуть фишку стекольщика к самой левой полоске витража. Заполнение витража производится за три простых шага. Возьмите все стеклышки одного цвета с любого склада и передвиньте все оставшиеся на складе стеклышки в центр стола. Либо возьмите все фишки одного цвета из центра стола и фишку первого игрока, если она там есть. Если сделали это, ваша фишка перемещается вниз по треку разбитого стекла. Каждое взятое на первом шаге стеклышко нужно выложить на вашем поле. В одной любой полоске под вашей фишкой стекольщика или правее. Если выбрали полоску правее, поставьте своего стекольщика над ней. Стеклышки, разумеется, выкладываются только на ячейки соответствующего цвета. Все стеклышки, которые были взяты вами, но не влезли, разбиваются. Отметьте это на треке, а стеклышки поместите в башню. Как только вы завершите полоску витража, подсчитайте, сколько стеклышек совпадают по цвету с верхней фишкой индикатора раунда и получите столько же очков за цвет. Снимите с полоски все стеклышки, кроме одного, и бросьте их в башню. Выбранное стеклышко положите на окно дворца под этой полоской. Если верхняя клетка свободна, поместите его туда и переверните полоску витража. Если верхняя клетка уже занята, стеклышко положите ниже и уберите полоску над ним в коробку. Это окно завершено. Наконец, после того, как вы выложили первое или второе стеклышко на клетку окна, получите указанное число очков за законченный витраж и все очки под окнами справа только что заполненного, если на них есть хотя бы одно стеклышко. Ход передается по часовой стрелке, а раунд закончится, когда все стеклышки будут разобраны игроками. Игра завершится по истечении шести раундов, а как только в мешочке не хватит стеклышек, его стоит пополнить из башни. При финальном подсчете игроки получают по одному очку за каждые три стеклышка, оставшиеся лежать на их полосках, вычитают очки за разбитые стекла и наконец получают дополнительные очки в зависимости от того, на какой стороне поля они играли в этой партии. Витражи Синтры – продолжение прекрасной настольной игры Азул. Она стала немного сложнее и интереснее, но сохранила базовые принципы и основные механики оригинала.